МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа День города. В студии Максим Васильев. Здравствуйте. Сегодня выпуска. Холодный душ с улицы Бирюзова. Подрядчик фонда капремонта оставил жителей фактически без крыши. Ничейная куча. Регоператор, похоже, больше не хочет вывозить из города крупногабаритный мусор. Памяти народного героя. Вопреки чиновникам, активисты твердо намерены установить памятник Сергею Бодрову. Уже несколько лет прошло с тех пор, как скандал с подрядчиком фонда капремонта РСУ-1 утих. Напомню, тогда во многих домах началась замена крыши. Вот только покрытие тогда сняли, а новые не клали очень долго. Дело дошло до судебных разбирательств. С тех пор дрявые крыши залатали, подрядчиков сменили. Однако история, судя по всему, любит повторяться. С августа месяца у нас сняли покрытие с крыши. И вот оно сейчас на углу там лежит. И с этого момента, вот сейчас дожди, самый поток дожди, и весь этот поток дождя беспрепятный идет в корде. О каждом дожде Валерий Козлов узнает, даже не выглядывая в окно. Струи дождя текут у него прямо в квартире. Вот пару ручейков в зале, и еще по одному в прихожей и туалете. И так весь месяц. А началось все, говорят жители, с середины августа. Тогда стартовал капитальный ремонт крыши на улице Бирюзова в доме 15, корпус 2. Все покрытие сняли, сложили у подъезда. Спустя месяц оно, кстати, так и лежит около дома. И каждая капля дождя по перекрытиям попадает в квартиры жителей. Валерий не единственный, кто пострадал от буйства стихии. У нас был поток, вот посмотрите. Наша вроде квартира не коснулась. Вот, все у нас стекло. Зашли, посмотрели. В узком тамбуре тонким ручейком вода течет рядом с счетчиками. Пока, говорят, не попало. Но это пока. После первой протечки жители позвонили в ЖО. Их ожидаемо перенаправили в фонд капитального ремонта. Четкого ответа о продолжении работ не дали. Тогда разгневанные жители набрали подрядчика. Тот пообещал, что крышу залатают уже в ближайшие дни. Тоже нашей съемочной группе пообещали и в фонде капитального ремонта. Я в курсе этой ситуации. Сегодня уже будут закатывать крышу, поднимать асфальт. Все повреждения в квартирах жильцов возместят. Клятвенно заверяют, что за счет подрядчика. Мы это, кстати, проверим. По каждому адресу. Валерий Седов, Михаил Лазуткин. Телекомпания. Город. Тем временем на первый план снова выходит тема уборки мусора. Жалобы на растущие кучи в разных концах города продолжают расти. Об этом рязанцы пишут в социальных сетях. На этот раз крик СОС прислали с улицы Тимакова, 4. Картина, ставшая по каким-то неведомым причинам, привычной для рязанцев в этом году. Огромная куча строительного мусора, выброшенных диванов и холодильников, растущая на глазах. И никто, кажется, не собирается вывозить отсюда это все. И уже как будто специально. Уже давно это. Уже на неделе две точно есть. И не вывозится. Потому что не знаю, как кто-то сказал, что как бы жильцы должны сами это заниматься. Я говорю, как это сами, если мы платим за это, вывоз мусора. Но мне кажется, это вот только в этом году такое началось. Да, в этом году. Раньше-то все было? Раньше такого не было. Все убиралось, вывозилось вовремя. Давно. Я даже, честно говоря, не помню, когда вообще последний раз вывозили у нас мусор крупногабаритный. Потому что такое-то вывозят каждое утро, 7 утра, а крупногабаритный, я даже не помню. У нас раньше таких проблем не было вообще. Первым делом звоним в управляющую компанию, где нам поясняют, что эта куча не их забота. Дескать, разбирайтесь дальше сами. Тимаково 4, это ваш дом? Тимаково 4? Да. Да, Тимаково 4 наш дом. Подскажите, пожалуйста, уже в течение месяца крупногабаритный мусор не вывозится из двора? Кабаритный, как бронс, вывозит. 70, 19, 50. Хорошо. А по заявке управляющей компании нам сказали? Крупногабаритный мусор вывозит Экопронск. Набираем указанный номер компании регооператора. В течение рабочего дня дозвониться не удается. Видимо, на месте никогда никого не бывает. Позвонили в компанию Экопронск. Для улучшения качества обслуживания все разговоры записываются. Если у вас вопрос по расчетам с физическими лицами, нажмите 1. Если у вас вопрос по расчетам с юридическими лицами, нажмите 2. Если у вас вопрос по организации вывоза, нажмите 3. Если у вас вопрос по проблемам регулярного вывоза, нажмите 1. Подобная проблема этим летом вовсе не редкость, скорее даже некий тренд. Кучи крупногабаритного мусора растут во дворах. Как с этим быть, горожане не знают. Не в курсе и управляющие компании. Регоператор, как обычно, молчит. Ну а что, деньги же, как говорится, капают. А на жителей, видимо, можно и наплевать. Будет ли комментарий от них по возникшим теперь уже у всего города вопросом? Скорее всего, нет. Политика закрытости, кстати, чести не добавляет. Тем не менее, наши редакции не оставят попытки связаться с представителями Экопронска. И мы оставляем за собой право подключить к этим делам районную прокуратуру. Ремонт и уборка мусора станут темой предметного обсуждения с властями муниципалитета. Сегодня на правительстве Павел Малков анонсировал такие встречи с администрациями. Для каждой будет установлен свой день и двухнедельная фора для решения проблемы. Поездки по районам возобновляем заново, но объекты показывайте другие. Так анонсировал перевод муниципалитетов, по сути, врученого режима управления Павел Малков. Более того, ответы на все предыдущие поручения должны теперь быть детализированными. Для этого руководитель региона теперь будет вызывать глав администрации в Рязань. С единой для всех презентации. Такие вот вызовы на ковер Павел Малков будет, похоже, проводить регулярно, чтобы ускорить решение вопросов на местах. Принимаем команду администрации целиком, ну и смотрим все. Исполнение бюджета, вывоз мусора, дороги, развитие социальной инфраструктуры, обеспеченность врачами, учителями, ранее данные поручения, все жалобы, которые видим в соцсетях, все-все-все вот это смотрим. И тоже, Анна Николаевна, попрошу вас разработать типовую презентацию, с которой к нам будут приезжать коллеги из районов, показывать, как у них обстоят дела. Упор, естественно, на проблемы. А проблем в районах все еще хватает. Традиционную рубрику «Ответы на вопросы жителей» Павел Малков начал с Сапожковского района. Там местные жалуются на состояние одной из местных речушек. Но, по сути, заброшенность – это бич многих районов. Как здорово сразу начинает выглядеть территория, когда там даже небольшой водоем благоустроили. Это сразу становится точкой притяжения для жителей. До этого в Михайловском районе то же самое мы видели, я считаю, вот это лучшей практикой. Давайте, коллеги, как-то уже системно выходить на работу с водоемами. Потому что это всегда либо украшение населенного пункта, либо, наоборот, какое-то место, которое производит только самые негативные впечатления. Как только водоем зарастает, загрязняется, все, туда уже не подойдешь. Поэтому давайте посмотрим в целом, как мы системно будем двигаться по очистке водоемов. Вода – это вообще одна из основных чувствительных тем на последних трех-четырех заседаниях правительства. В этот раз говорили о Старожилово, в уме держали слово «системность», которой, к слову, много где не хватает. Надеюсь, что где-то в будущем году мы уже к июню завершим проектную документацию. И вот через год еще по возможности будем тоже строить заборный узел именно Старожилово по улице Столстого. Хорошо, тогда, когда будет у нас встреча следующая, либо я приеду, либо у нас, соответственно, на территории области, давайте, правительство области, давайте посмотрим, что, как получается по этому вопросу. Минтек ЖКХ тоже попрошу посмотреть. То есть здесь главный вопрос, когда проблема будет решена. То есть не когда мы сделаем проектную документацию, приступим к работам, а когда она будет решена. Выступление замминистра финансов получилось немного сумбурным. Оно изобиловало цифрами, но где расходы, где доходы, кто, кому и сколько должен, не понял в итоге никто. Павла Молкова это рассердило. Людмила Васильевна, у меня к вам вопрос. Вы для кого сейчас докладывали? Для участников в заседании правительства, член правительства. Вот очень плохо, что мы опять забыли, что мы работаем для людей. Я уже не раз об этом говорил, плохо, что до вас не довели. Я понимаю, что министр в отпуске, тем не менее. Вот вы просто представьте, огромное количество поручений, которые дано за последнее время. Все, что мы прорабатывали. Новое общественное пространство для людей, комфортная городская среда, капитальный ремонт школы, закупка лекарств, закупка коммунальной техники, увеличение мер соцподдержки, ДК в Спасском районе, театр драмы, спортивные учреждения, ремонт школы, ремонт завершения строительства школы, два детских садика и прочее. Вы сейчас доложили так, что никто ничего не понял вообще. Из вашего доклада невозможно сделать вывод о том, что правительство работает и на самые приоритетные направления вопросы выделять деньги. Дни финансовой грамотности не прошли в Рязанской области незаметно, мероприятиями охватили более 650 тысяч человек, а еще в правительстве утвердили новый порядок журналистского конкурса «Хрустальный журавль». В нем теперь будет 28 номинаций, победителей 38. «Рязань. Наш безопасный дом» акцию под таким названием провели в Касимове сотрудники областного управления МВД. Помимо разговоров о важном, силовики провели показательные выступления для молодежи. Подробности далее. Бойцы спецназа «Гром» показывают приемы самообороны от ножа. Действия четкие и отработанные. Не без щепотки каскадерских трюков, чтобы школьникам и студентам было интереснее смотреть. На боевых задачах все происходит быстро, часто даже незаметно. Показательные выступления отряда «Гром» открывает акцию «Рязань. Наш безопасный дом». Проводят ее сотрудники ОМВД России по Рязанской области и курсанты Рязанского филиала Университета МВД России имени Кикотя и Академии ФСИН России. А это уже демонстрация оружия. Точно такое полицейские используют в повседневной службе. Впрочем, кроме практики была еще и теория. Школьникам и студентам рассказали о дорожной безопасности, ответственности за хулиганство и всех опасностях так называемой «народной статьи» за незаконный оборот наркотиков. А патриотично настроенным ребятам ответили на вопросы, связанные с прохождением службы в органах внутренних дел. Нижний Новгород, богатый город, Воронеж, Орел. По направлению деятельности все обучают, кто у нас сотрудник ГИБДД, кто наследователь, кто на опера. Я ездил и в Нижний Новгород, и в Воронеж, и в Москве. В принципе, интересно. Интересно. Если мне вернуть бы обратно, я даже не знаю, в какую быту я пришел учиться. В финальном концерте выступили артисты культурного центра МВД и курсанты имени Академии ФСИН России. Следующая точка маршрута акции – город Сасово. Дальше – остальные районы области. 20 лет назад, 20 сентября 2002 года, в Кармадонском ущелье погибла съемочная группа во главе с Сергеем Бодровым. Актеру было всего 30 лет. Он снялся в 14 фильмах, но зрителю запомнился как Данила Багров из «Брата». В этом образе его и хотят увековечить. В одной из мастерских Подмосковья фигура без преувеличения народного героя уже появилась. И это мастерская скульптора Виталия Казанского. Сейчас она вся увешана фотографиями Сергея Бодрова-Млашева. Здесь и кадры из фильмов, и фрагменты любительских и профессиональных фотосессий. И практически везде, крупным планом, глаза. Как отмечают посетители мастерской, Виталию Казанскому удалось их правильно воплотить в памятники. В финальном же варианте он представляет из себя словно знаменитого «Брата» Данилу Багрова. Здесь и узнаваемый свитер, портативный сити-плеер, берцы. Да и в целом угадывается образ по-настоящему народного героя. На заднем плане камни, привезенные из Крамадонского ущелья специально для этого памятника. По замыслу художника Сергей Бодров, он выходит из-под завала, из-под места гибели его съемочной группы. Поднимается к свету, идет к Богу. И идет продолжать творить добро. На кадрах стадии изготовления памятника в мягком материале, в размер сооружения. С пластилинового памятника снимут гипсовую форму, обработают, зальют в форму воск. Следом делается форма уже литейная. Воск выпаривается и вытаскивается. Заливается бронза. На все это ушел месяц. Памятник рассчитывают установить в городе Риэлто в 25 декабря. Если не произойдет чего-то экстраординарного. Пока же он нашел временное пристанище в московском магазине музыкального оборудования. Активисты утверждают, что подмосковные чиновники пока не дают добро на установку. Поэтому памятник и ждет своего часа у активистов. Одним из которых был, кстати, знаменитый рязанец. Некогда директор одного крупного предприятия. Этот памятник задуман и делается не юридическим лицом, не каким-то конкретным человеком. Для какой-то славы. Я думаю, что этот памятник делается чемоданами добра. Тем людьми, которые хотят делать добро в своей стране, окружающим людям, своим близким. Сергей Бодров-младший и выбран как олицетворение этого добра. Как символ поколений. И как ответ на самый главный вопрос. В чем же? На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова